2 августа 2021 год работаем на самаковском пруду вот вот брат виталий долбит мышцы нарабатывает жирок убавляется как у меня на техночь тут тоже земляными работами за это у нас мы делаем слив в этом месте сделано дамбу сделал тракторист бульдозили за два дня а я здесь шерстью затыкаю вот и идет полным ходом там вот они подъезжают на уазике гости наши да проходит у нас господь дал погоду хорошую солнце сильно не светить ярко то же время так чуть-чуть прохладника давайте дерзайте доброе утро спасибо христос добрый день да я знаю он меня наверно уже забыл да конечно мы же раньше здесь под ногами поднимаем здесь уже было нынче уже купались почти два метра будет два с половиной но работа здесь вообще видишь только посчитайте сколько я все это называется сворный клен американский но это бульдозерист убрал глину вот тут делал нас лебедев приезжал лебедев у вас корчен свой бульдозер и никаких труб не надо да труб никаких все своими руками все это обработкой работа на эти как все расперты но здесь еще только как короб чтобы большая яма не было бы туда и дальше прокопали и он смотри как а там вообще не было рыба приезжать можно скупаться можно рыбу ловить можно удочка скупаться видишь какие толкушки на днях такие тут начальники приехали но я ему две толкушки дала вот железные из под рельсов а кто приезжал ну тут из какого-то района важные люди такие да вы знали что мы тут работаем от вам молодежи прислать это да ладно не хотим никому отдавать уже работаем бесплатно по-другому деревне не туда тут по косам с урожаем а мы свободна на берег вывода подвелать видишь как в томска человек работает в россии остался пока по сравнению да она же вода идет прямо вот оттуда вот с ваших ваших шлаков гости приезжают выезд тут запекаются у нас зря они болтаться не будут уезжают говорят как интересно было у вас есть такой лебедевка николаев такой молодец это он помог нам но он же не бесплатно ясное дело бесплатно так он мало того советы дает я сказал вот так делать он говорит а если вот так лучше я подумал правильно николаев и вот здесь вот надо выкакивать было давайте я нагружу а здесь вот сами вот вам Миша работает такой молодец и работал два дня всего потом на море а ты человек работает как машина ну вот так и чем я могу полезно делать то есть много связей давайте да много у меня подписчиков 62 тысячи и просмотров только на одном команде 62 миллиона у меня в селе с 2002 года проживает гражданин Казахстана без документов то есть у него вот только вот такое вот свидетельство ему все что мы смогли сделать свидетельство о рождении и больше мы ничего не можем сделать куда пишем запросы делаем кругом отписки я даже его в позапрошлом году отправляла в Барнаул в приют чтобы там ему помогли сделать документы он там пожил до Нового года где-то месяца 4 и сбежал оттуда взял одну бой могут арестовать у нас футболец Украины обещал осенью а осенью нету момента вызвали через два дня он явился нарусники на руки для них особая тюрьма в Барнауле и потом на Украину пять лет сюда найди чтобы не было да никуда его не берут он ходит по деревне он по как сказать по пьянке отморозил к тупне ног сейчас ходит на костылях я говорю когда был здоровый и мог работать он пьянствовал а сейчас инвалидом стал и вот давайте ему документы а что вы его жизни так заинтересованы да потому что он ходит по деревне побирается мне просто стыдно двадцать первый век на дворе он побирается ну надо поступать точно по закону дать знать милиции они за этим смотрят зачем мы такой груз берем давали они его никуда не берут это не может быть того они объявляются да я вам точно говорю они делают они неправильно на милицию подать в прокуратуру уже подавали его забирали и обратно привозили нет это не дело они должны вот здесь обратно не привезли в Барнауле он просидел сколько там их таких набирают из других государств а потом рассылают рассылают и он не выйдет никуда почему наручники его везут как человек осужденным пять лет не имеет права в России появляться а он уже тут начал строиться все бросил все заглохло из друга стал врагом я один раз только обратился в органы и вообще мгновенно ответил при том реакция быстрота даже не предположить вот завтра они тут были допросили дальше приготовить документы нету и здесь ни шагу сразу приехали подняли все малыш Роман на автобусе на автобусе на автобусе не знаю у меня бесплатный каждый год в любой конец страны как репрессированному и реабилитированному политзапрещенному ну не знаю то есть в 92-го посчитайте сколько лет 30 лет я ни разу не воспользовался мне это не надо когда была бессионерская поездка мы доехали до Владивостока потом доехали португали скандинавии прибалтики 120 тысяч километров мы сделали подарок библиотеке по нашим деньгам на 35 миллионов рублей не имею денег у меня минимальная пенсия радостная жизнь только вот гляньте своими глазами вы можете тогда рассказать не пошевелите ничего да хоть сейчас последнее замуровываем завтра заканчиваем все загорожено а что там за звонки достают которые звонками это люди которые имеют что-то допустим мы встретились с баптистами для нас они еретики а они обращаются к Богу вот ко мне привезли одного а вы знаете в стране все евреи захватили я говорю знаю и что бороться надо надо я говорю а какое оружие любовь ко мне привезли еврея а он гидом у него отец мать в Израиле вот мы с ним пробыли три часа и через три часа он полностью принял православную веру сейчас батюшка священник при патриархии другой значит следователь КГБ а вы знаете КГБ все захватило тут людей преследовать знаю бороться надо надо как любовь он обратился стал священником следователь священником стал но почему а те люди которые к которым принадлежал они же на меня злятся вы у нас человека похитили а другие которые были то мы все одинаковые были в аптисах но вы не церковь а мы православная открытая церковь патриарха признаем а они никого не признают если человек от них обращается ну ясно дело они злобятся тем более у меня громадные материалы просто громадные только на одном канале у меня 22 тысячи роликов наших фильмов и чужих и отовсюду люди приходят здесь приезжали у нас крещение принимали из Ливана из Италии Германии Франции у меня сколько лет из Канады дети были у них пересадка в Париже потом в Москве и Барнауле почему нигде больше такого нет видите как она нас тогда нападала где этот прокурор то она уже уехала эта девушка я ей сразу сказала не надо трогать да ну видимо тут такое дело я написал то во все организации вплоть до Зюганова в Думу везде и каждый раз а над ними начальстве никого нет только высшая прокуратура а бьют то по краю и видимо ему вызвали сказали тебе зачем надо ни одного квадратного метра сельского гудита на навозной куще а мы музей сделали бесплатный люди приезжают мы показываем в стране можно поднять миллионы беспризорных детей без рубля от государства только должны быть патриоты волонтеры мы показываем как все сделано я начальник детского лагеря без помощи государства сорок восемь лет это тысячи детей ни одного больного ни одного поврежденного ни утонувшего ни сгоревшего а они когда там вся Мозеря Т9 утонула президент Путин дал указание лагеря проверить а проверить хочется так Сталин говорит есть человека нет проблем а у нас сунулись они мы не соответствуем почему мраморный должен быть туалет у вас сортир дальше берут кастрюлю у нас покрышка упала эмаль вот столько отскочила уже записывает эмаль на покрышке вы определите по здоровью по конечному результату какие дети ну я вижу никак из мамонта машина полиция вот такая день и ночь дежуржей сутками им надо детей узнать где ли дети живут и на родителей из прокуратуры дать лжепоказания я сказал мы обратимся в генеральную прокуратуру что заставляете лжесвидетельствовать они отступились а я ребенка ни одного не отдал мы их распилили по деревне а потом отправили домой а они там где арестовывали в жаркой машине сидят дети целый день выматывали родители ни одного ребенка а тут сразу ТВ-24 Афанасьева Анна прилетела снимала 4 часа 20 минут а показали кажется 5 минут остальное раньше наши брали мы готовились вот полиция приезжает как допрашивать что надо отвечать куда уводить детей а потом вот действительно вот репетирует а вот милиция приезжает полковник теперь видите что делается детей мы не отдали родители получили детей давай родители покажите что что-то с детьми там делось ни один родитель не пошел на пакость а доказательство доказать мне не надо опровергать вы докажите мальчики спят с девочкой у нас где девочки даже мимо избушки это нельзя проходить мальчики нет они это суд был это не просто так свидетели родители допускают а лагерь комплексный родители с детьми по своим путевкам находятся 53 процента абсолютно бесплатно и самая у которой у нас цена кажется в 4 раза дешевле самой низкой цены государственной у нас ничего молоко покупать надо мед покупать все посты соблюдают это жизнь и она борьбой называется как кармас говорил вот мы здесь сколько мы здесь 10 июня июнь и два месяца ровно каждый день не посыпаем а зато как радостно видеть тут лужа была а тут купаются плавают там лодка плавает рыбы привезли здесь запустили около тысячи карасей с другого места рыбнадзор пытался на нас надавить что мы я взял озеро запустил рыбу ваш еще здесь еще вашего нету ну надо доказать что вот не протекает здесь понимаете это уму а сколько можно комиссию составить полтора миллиона я говорю там есть луговая психиатрическая там проверяйтесь потом приезжайте докажи что это не протекает опы здесь если общая река то действительно нельзя ловить не водом мы ловим сеть ставим почему это моя рыба я ее купил запустили карпов а вот сегодня он большой сеть вы понимаете надо жить без удочками ловите удочками ловите вчера удочками ловили все гальянов поймали уже сегодня на столе а так не водом а не водом у нас есть дело ловить я сразу больше центера вытаскиваю вся деревня на всю зиму насушили а почему это моя рыба я его завез из Завьялова из других районов и притом золотистый карась он такой вкусный когда мелко они вымерзают а вот если еще год потерпят поднимем еще на 70 сантиметров а тот решен а с этим все в этом году мы последний раз я думаю все все уже сделано видишь как вот эта пазуха главное наружу чтобы не попала вода вода стихия все разносит но это же будет вы же не будете ездить по этому друзья как на по этому едиках только по воде на лодках плавать вы хотите с нами пройти туда можем пройти ну видите как сделано не просто сделано а с любовью сделано все загорожено скотина не подходит здесь здесь мы были такие прорвы в прошлом году прорвало в двух местах и все это задел он смелый ваш этот Николай лебедь настоящий не подходит расстаются там чем-то недовольны мы по полной программе расчет сразу уже это тоже не дешевое удовольствие да не дешевое при том потеряю я уже несколько миллионов вложил в землю здесь каждый год а только довезти отсюда из Барнаула сюда 55 тысяч трактор привезти с платформы увезти опять столько же вот эти 110 а нынче еще где дороже каждый час поработал он завел пока гонит сюда сколько полтора часа три тысячи обратно еще шесть тысяч только чтоб трактор был скорчен и это стоит надо жить экономно бедно и красиво у меня свой лозунг ну это вы наговорили экономно бедно и красиво да экономно это означает я никуда ничего на себя не потратил не правил экономно а теперь бесплатно если кто может тоже ничего не получает и красиво то что мы всегда довольны нет ропота а деревенские не рубля не вложили вложили помогал трактором барабаш подвести сено ну деньгами конечно нет мы даже не допустим их это наш подвиг а то мы здесь все пруды вот когда я еду там вот остановитесь смотрите едете написано дно каменистое мы тут загнали я не знаю километров 50 только и камни там прорва была все и теперь таблички вывешиваем что человек подъехал он даже не знает что идет дно каменистое что он проехал и был доволен а мне нравится едет а там а мы там еще перила все покрасим а вот здесь стол покрасили видите как красное синее белое я влюблен в этот флаг он единственный в мире и говорящий о боге родились в крови думать надо о небе синем и белый престол 21 глава 11 стих откровения где бой и божий суть на перстнике разврата писал верно как наш мир Пушкин это наш флаг он один такой на весь мир видишь видишь кажется еще на рубить вот такие вот палочки нету мы всю окрестность высекли кривое косое все на месте ну сами видите такой материал ну это вы втроем что ли или как сейчас втроем а до этого-то было нас здесь еще пять человек было восемь-девять да больше больше ну и когда надо господь больше пошлют это каждый столб и там промазывается у нас все просмогрона это из другого мы разобрали там со суровомостика шлюз был чем промазывается? отработка машинная отработка масса отработка бобер и не грядет не трогает ну и сырость дольше держится а там дальше ну видишь какая богатая земля сколько накрутили на вертели а поезжай там где полуинде там ничего нету а у нас указано не на один год может быть вот так поливаем сейчас раздавливаем дальше утрамбовываем и так целый день вот мы вышли сегодня почти в семь часов и почти до семи так вам совет я дам показали всю доброту возможную невозможную только в органы органы на законном основании как это конечно я говорю где а участковые не делают значит выше у меня в жизни не было чтобы я обращался в органы и ответа не было нету я только сразу двенадцать главных это единая Россия справедливая и все били я такая то есть примерно так они его вызвали этого полковника и говорят я так думаю тебе зачем это нам каждый раз надо отвечать на каком мы теперь генеральная прокуратура тоже все знает зачем тебе это я один раз прихожу а там подполковник секретаря лапки зачем это вы пришли опять улыбается я говорю у нас день деревни мы хотим прокурора края пригласить да вы что я сейчас же ему отнесу эту пригласительную я тогда понял что она меня встречает что они с ним проработали он отступился а мы молились мы каждый день вспоминаем вас как нас Господь свел как нам хорошо как мы молимся благодарим Бога и слышим добрые вести вы если думаете мне звонить всегда только от начала назвать кто ну я поняла никак нельзя за ночь 72 звонка пакость всякая но меня это никак не влияет там и ребятишек натравливают и женщины и пьяные матерятся а я не могу ответить если я отвечу а он думает что не доходит я не отвечаю я имею право не отвечать я по телефону вообще не разговариваю что там у нас бабушка с Серафимом да не знаю надо посмотреть она уже в церковь давно не ходит конечно не может вот смотрите мне подарили телефон у меня тот сломался я кое-как узнал его цену примерно 250 рублей подержанный но звонок я могу принять мне больше не надо за год ни одного звонка не даю все стоит на месте а как же ватсап никак не признает не признает не признает его да у меня есть и фейсбук и твиттер и контакте ну и свои ресурсы у меня самые большие на весь интернет ни у кого нет столько богатства как у нас я только студентом в университетах напечатано отвечаю на 4 тысячи 124 вопроса разбитые на 55 папок что тебя интересует политик откнул одни вопросы в какой книге а у меня 33 тома открытым оком вышло каждая книга 752 страницы такого материала нигде в мире нету ответ абсолютно на все вопросы и притом не просто я там знаю не знаю вот стою за кафедрой записка а тут и профессора бывают академики я отвечаю что что по этому вопросу говорит библия в библии 77 книг я на память называю книги глава и стих вы до сих пор выступаете перед студентами так теперь дальше что по этому вопросу говорят святые отцы это 300 томов 300 томов палеантов я называю какой святой отец третий параметр что по этому вопросу говорят книга правил это 7 вселенских 9 поместных соборов 719 правил четвертое что говорят жития святых 1170 биографии по этому вопросу а вопрос бывает там ну житейский но житейский он отвечен уже был в 13 веке и пятое что об этом вопросе говорят 500 поэтов мира за 300 лет и на каждый вопрос 6 стихотворения из разной эпохи он понимает вот когда-то до конца увидят у вас есть же мой этот виток то ну вот и там на сайт зайдите открытым окон 26 том когда узнаю библиотеки библиотекарство говорит положите книгу там стоит 3 цены 4 отдадут книгу ведут потому что больше это нигде нету представь вот не имея ничего и жить тобой бедность я в радости это бог так устраивал и люди злятся потому что в интернете говорят вам одного дня не прожить как я прожил какую бы сферу людей не захватили детей 48 лет это полвека с детьми вожусь я могу сказать студент только в одном университете 18 лет было занятия а в пяти а 13 школ а во всех отделах милиции городском краевом уводом во всех воинских частях краях 3 радио телевидения сколько лет вел это связь миллионная аудитория и ни разу нигде не солгать и не отступиться сказать я боюсь я отвечаю прямо не глядя а тут и органы власти там и кого только нет и кряхтят послушают потому что я оперирую данными книгами цифрами математика вот какие дела по облазил всю вашу плотину он пошел посмотреть а то он наладил это не он? это безгода о ком говорите? нет тот с костылями ходит вы понимаете не напрасно носят власть меч они имеют это по закону по конституции они не могут делать то есть они делают вопреки этому но это они уже сами делаются нарушителями а здесь обратите вот мы ничего нету разные угрозы были ничего сразу занялись органы КГБ которые связаны за границей все месяц прошел следа нету ну и куда мне обратиться ну сейчас надо обратиться вам как называют надо сейчас название ее узнать в Барнауле сказать вот приезжает кто-то и не принимает гражданство и живет здесь там без паспорта миграционная служба что-то там такое есть вводили мы его туда в миграционную службу ну надо сказать сказать там они просто делают они высылают и все высылают предупреждает те власти и в следующий раз если он явится значит только тюрьма он там будет работать а почему вы должны делать себе нервы портить тут ответ только один любой другой совет будет вопреки конституции вопреки гражданскому уголовному кодексу а зачем это нужно никак я знаю вашу доброту и прочее но здесь вы не можете пойти потому что нарушены все правила в любой момент раз у него ничего нет а вы приняли вам зачем это нужно так он со второго года живет 2002 года это все до времени это тоже жил три года кажется уже все нормально было я осенью начну формировать документы а осенью начал плести что земля плоская не круглая а затем потянулся целая цепь всем недоволен тот неправильный путин неправильная земля он коснулся уже дальше пошел а там сразу все доказали правильно иди там целуйся с Порошенко и Юринским в прокате вернуться а к нам когда в мае месяце приезжал депутат Зобнев Виктор Викторович вы знаете его в амбулатории там были он деньги давал там новое стоматологическое кресло поставили в школу приезжал посмотреть в школу ну это что-то разговаривали с ними я говорю у нас еще потеряевка есть вот такой он слышал слышал это ваше я говорю да да надо туда съездить это ж так интересно я говорю нет вот давайте запрос делаем привод нас тогда поедем а так говорю нет так что без проса говорю я туда не езжу вы все видите правильно и так это вы сохраняете свою реномет как говорят не теряйте себя бывает где-то мы не знаем а ваше имя мы на молитве произносим каждый день среди друзей у нас разбито отдельно которые пьют отдельно там заблудившиеся там разные разные больные как по категории доходит время перечисляем благодетели наших творящих добро нам и с вашей и напоминаем зная кто людям объясняем мы значит другой раз не знаем а что там молятся что значит все значит потому что всемогущий создатель дает и Христос умер за нас без его жертвы мы все ничто на этой земле поэтому душу этим не накормят а мы это делаем как у вас с коронавирусом? никак все нормально? ну как кто болеет значит лечатся а лечатся а чего сами не знают прививки не сделаете? да мы знаем кто это сделал все сознают что это искусственно выращенный вирус пробирка они 75 лет готовили это и притом ничего это все открыто открыто недавно выступает одна депутат и говорят я там не вакцинированный на работу там увольняют есть статья 20-21 Конституция Российской Федерации вы берите по закону поступайте они не имеют права с ним уволить ничего с работы что вы как стадо баранов лезете куда не надо стадо баранов она прям открыто называет как правило принесла написала заявление все на это старайтесь чтобы другие это знали но сам начальник за вас ходатайствовать будет я не знаю мне 82 года я еще ни одной таблетки не съел ни одного мата не сказал и намордник маску ни разу не надел а говорят обязательно нельзя а по городу вот как по городу день победы 9 мая я беру с собой собаку а собака которая с нами ездила она на выставке вот тренировка идет получила звание чемпион России немецкая порода мощный такой пес намордник висит у меня здесь сам без намордника иду полиция там остановит я прошел 40 кварталов в Барнауле 9 мая 40 кварталов полиция везде они меня не видят вот так вот стоят где-то я прохожу мимо с собакой намордник висит они как разговаривали куда-то глядели так и глядят они не видят меня я определенно знаю а как знаете вот когда меня арестовали а после уже в лагерь привезли ну и там уже карантин проходишь теперь уже сам лагерь теперь работать вечером дали отбой там кажется полчаса вставать нельзя тебе в туалет надо через полчаса только в подштанниках а я говорю я не лягу как не ляжешь сейчас проверка пойдет а если ты не подчиняешься тебя сразу вытащат а в руках у них черенки от лопаты военные сопровождающие воины бригадир говорит я за вас не отвечаю ну и что он проходит а я стою молюсь кровать заправлена у меня никого нет он проходит мимо смотрит он не видит меня а потом как вышли они заговорили тут бы схватили любого потащили там на улице клетка железная там разденут и до утра ты сосульку превратишься они не видят меня я молюсь богу доверился Григорий чудотворец когда арестовывали ну и сказали эти идет власть арестовывать а он к диакону говорит давай на этот холм зайдем ну а кто-то видел показал ну воины бегом забежали а все вокруг видать там ничего нет вернулись в грани там два дерева сухие стоят а они подняли руки молятся про себя они говорят два дерева засухшие стоят там вот и все я это абсолютно точно знаю они меня не видят полиция что только не делает у меня в жизни не было плохого полицейского ни разу не встречались и в дороге были и были останавливали даже штрафовали при том справедливо шопер билеты там какие там бывает документы проверяют а проехать дальше не дают я слажу с машины пошел иду документы в руках несу пересекаем границу Венгрии и кажется Румыния взяли документы не дают что-то надо дать я пошел а начальник который взял майора его нету его никак я говорю сейчас мы звоним министерству так заходим машину зашли помолились вышли вот так подняли руки я говорю теперь закрываем шторки и слушайте смотрите что будет дальше глядим бежит оттуда девчонка прибежала с паспорта мне вот паспорта я говорю нет принародно били отпустите хотите тайна нет давайте это в начальника он уехал под столом сидит это бог наводит такой страх все документы в руках поехали мы еще не нарушали они хотели что-то с нас взять таможенное пространство это то место где съемка не ведется ладно не буду вас отвлекать еще радостное такое сообщение что вы приехали я батюшку вчера сказал и Лена посочувствовала говорит как это что какой я говорю не знаю ну не знаю но вам ответ другого не будет при том пожале я говорю уже не его его еще же он себя определил и пилы гулял вы себя пожалеете обращайтесь по порядку и фиксируйте что была копия дайте копию и когда до дела дойдет мне то я обращалась теперь пусть они разбираются они за эти деньги получают я ни разу в жизни не обходил власти всегда сообщал судили меня там пришло время реабилитировали льготы там разные а я ни одной льготой не воспользовался а зачем подумаешь 82 года я каждый день работаю вирус подойдет видимо ходит и рядом взять нельзя он лежащих бьет а я на ногах вирус видите как живем так что посторонние первый раз видят ой бедная нет нет не решай так ты посмотри вокруг сколько сена посмотри сколько воды представьте тысячу карасей запустили да да это да так что слава богу повторяю еще раз совет один к властям узнавайте где что в крайнем случае когда обратитесь туда обратитесь в фсб а они этим занимаются это целостность государства сохраняется благодаря этому вы никому зла не сделаете вы поступаете по закону вы обязаны это сделать обязаны чтобы вас не терзали не упрекали вот вы не делаете ничего он ходит по деревне я делала документы я делала это они не делают обращайтесь вы спокойно будете так вы здесь еще будете подсыпать нет 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 не будете и та сторона будет тоже как водосбросить там где вот изгородин нет она там по идее тут же выше у вас получается там значит она должна поднялась и сошла тоже будет сходить подсыпать не знаю он считает что там не пойдет вода что через слив пойдет нет уровень ниже подсыпать от сюда вы еще раз остановитесь просто посмотрите каждый крутик его надо было найти на тебе я имею ввиду что вот посмотри вот 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 смотрите это короб где мы стояли воды столько где-то я еще одну положил сначала вот где утекает вода положили подняли еще уровень еще идет еще шлюз настоящий вот он говорит что у нас здесь слишком высоко задрато что там будет где-то вода проходить это мы не говорим что обязательно вода это мы сделали так чтобы скотина не трогала после нас будут люди пусть они знают размах нет я имею тот же уровень берега ниже чем здесь да конечно это мы просто загородили убрать нет нет я угору уровень берега берега ниже этого да вода пойдет но мы специально чтобы там напоить видите там раздевалка вода вода поднялась уровень сошла и опять будет плотина стоять но ниже этого уже не будет ну естественно что ниже не будет здесь вода еще наберется да весной она у них поднимется ну увеличилась несколько раз Рыжковский пруд у нас увеличился почти в 4 раза по площади там столько разных птиц сейчас а мы сейчас же проезжали видели а вот когда по второму мостику едете видели какое плетение 80 метров каждый надал трещинку ставили из воды приехал человек в голодных сапогах все это просрежется прибивается забивается кувалда 11 килограмм 800 грамм примерно 20 раз тысячу кажется 800 свай забили у нас люди приезжают работать а у нас отдыхать а нам это в радость человек не портится Мартин Лютер говорил где бы нам найти людей которым в радость было бы работать Мартин Лютер говорил ничем не занятая душа хорошая кузница сатаны человек начинает думать дурные мысли посещают голову их кто не занят бедность одна а радости сколько когда там дорога шла я выкопал колодец в первый год это в 92 году было ну и сделал вот так столко написано где колодец ну понятно там что по щас колодец взял дренаж деревянный сруб крупнозернистый песок привез сюда кружка красная оторвали увезли я привез синюю кружку большую оторвались и я сделал ведерко и ведерко украли а потом приходим кто-то кущеный вратил и ничего нету так пришлось засыпать в колодец для людей это делали вон видишь он разношивает все а вон откуда приехал вон вон кому-то в гости или вон помогать да а помогать уже сколько лет приезжают люди вот только что уехала большая группа людей сколько человек 12 сразу ехал нет так приезжают поработать приставьте свой отпуск приехали к вам поработать да 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 свой отпуск специально знают что мы друзья они многое слышат беседы тут интересные люди приезжают вот один приехал он работает в аэропорту Казани начальник затеял его вот его борода не город он говорит а христианин ну позоравняй под культуре а я христианин он начал увольняться с работы ну когда бегил по интернету все стали молиться и вдруг тот начальник который его с работы то выгонялся попал поднимился его уволили а который заступался подняли выше а этого подняли еще выше в должность он только что университет закончил все как надо никого нигде никак не трогали просто молились и господь все так сделал он говорит у меня борода тут половина татары мусульмане они меня за своего считают такой конфликт сколько лет я работаю ни одного замечания нет благодарности каждый день за что увольнять за бороду а какой веры в конституции сказано что нельзя с бородой быть ну и все с бородой сейчас повыше должность так далее а это вы специально садили вот эти да колышки забили они потом выросли они выросли она живучая очень если вода лена тут все такое прям вот вот любой вот этот столбушок это все клен тоже вымокнет начнет расти нет он не будет расти только бепаринство поэтому надо с той стороны теперь еще колышки поставить колышек маленько на бащоке растет только ива вот я говорю вот так вот ивы напихать а если ты все знаешь почему без воды сидел потому что я говорю нет я к одному обратился давай здесь сделаем а тебе это надо больше всех что ли надо к другому ну и все знаете вот так если тебе надо это ну что за разговор вот не надо вот оно теперь есть ну конечно мы оставляем для людей всем говорю тоже что надо сделать потому что за речка полностью выехала из-за того что колодцы пересохли в облине это надо осмолить привезти купить это все наше расчет потеряет хозяйство ни рубля не уложила за все время дороги восстановили которые там за проезда не было вот которая где церковь и до них там 232 рубля 232 тысячи придется отдать только за щебенку да не отдали сразу отдали половину осень зимой когда застыло обманывают 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 мы то не обманываем вот как бог устроил все ладно не будем вас отвлекать так оторвали вас от работы спасибо христос ну важный гость приятно да спасибо что приняли нас да так еще раз повторяю делайте по закону до свидания до свидания с богом и